Мониторинг цен на продукты питания на постоянном контроле Министерства сельскохозяйства совместно с Министерством экономического развития. Это задача перед нами губернатора области. Мы буквально вчера провели совещание с производителями яйца. На нем присутствовали также наш ритейл представители и как федеральные сети, так и наши региональные, на котором мы пришли и достигли такого договоренности. Разобрали, во-первых, детально все вопросы, цены образования, изучили, какая на сегодняшний момент себестоимость, учитывая интересы и производителей, и непосредственно ритейла, и самая важная наша задача учесть интересы наших жителей Саратовской области. Был достигнута у нас договоренность о снижении отпускных цен наших производителей яйца. Где-то порядка будет у нас от 71 до 72 рублей. Это в ячейке на 20 штук яйца. Мы рассматриваем различные вопросы, как удешевить, минуя посредническое звено, работая над удешевлением тары в данной ситуации. Со своей стороны ритейл тоже нам гарантирует, что будет минимальная торговая наценка. То есть мы это яйцо должны видеть где-то 75 рублей десятых. То есть эти цены мы как бы фиксируем. Такие вот у нас достигнуты договоренности непосредственно с производителями. Говоря о федеральном постановлении, которое предусматривает продление, во-первых, прежде всего, соглашения о взаимодействии ритейла и производителей сахара и подсолнечного масла, да, оно продлено. И сейчас федеральным центром прорабатывается вопрос выделения субсидий. В частности, 10 рублей на литр произведенного бутылированного, рафинированного подсолнечного масла, отпущенного в розничную продажу. И 5 рублей на 1 килограмм сахара песка, тоже отгружен на розничную продажу. Соответственно, мы буквально сегодня ожидаем поступить нормативные документы. Будем вырабатывать свой потом региональный на основании этого. Уже мы направили запросы нашим региональным производителям, крупнейшим, он у нас компания «Русалгер», «Товарных», а здесь и другие производители подсолнечного масла на сахарный завод «Балашовский». Какие объемы они планируют заявляться для данного субсидирного. И данный механизм, конечно, он действительно необходим, он востребован, наша задача, чтобы эти ключевые социально значимые товары были доступны для жителей Саратовской области. Говоря по другим продуктам питания, мы также мониторим и по молочной продукции, по мясной продукции. Сегодня можно отметить то, что по ряду продуктов питания у нас одни из самых дешевых цен в Превышенном федеральном округе. По некоторым позициям, безусловно, наблюдается рост. Мы в режиме реального времени эту ситуацию отслеживаем, в ручном режиме приглашаем производителей, пытаемся разобраться в причинах данного роста, по какой причине, разбираем по мелочам, по деталям всю структуру себестоимости и определяем, обоснованно или не обоснованно данное завершение. И, соответственно, обращаемся к нашим региональным производителям, чтобы они, учитывая, ну, непростую, так сказать, напряжение, которое все-таки существует у жителей области в связи с вызовом этим ростом цены на продукты питания, чтобы не было различного рода спекуляций и пытаться нажиться и заработать на той сложившейся ситуации, которая сегодня есть.